Кто-то, кто-то Барабанная дробь! Сейчас я вскрою конверт, в котором имя того, кто захватит эфир на ближайшие 5 минут. И королем электромагнитных волн становится рубрика «Билет в кино». Спасибо маме, папе, моему продюсеру и зрителям, которые заждались начала. Все-все, переходим к делу. Этот фильм снимали всего 25 дней. Из-за маленького бюджета использовалась только одна камера. Актеры не репетировали сцены и не переозвучивали их. Сегодня этот фильм претендует на «Оскар» в нескольких номинациях. Рон Будров. Ковбой. Игрок. Хулиган. Только что вы познакомились с главным героем. Мэттью МакКонахи для исполнения этой роли сбросил 22 кило. Девочки, вот у кого надо спрашивать рецепт быстрого похудения. Лента «Далласский клуб покупателей». Несмотря на свой сильно ограниченный бюджет, вырвалась в ряды самых интересных премьер. Это фильм о ковбое, который узнал, что болен спидом, но не сдался. Герой не поверил врачам и сделал ставку на нетрадиционные методы лечения и препараты, которые еще не прошли тестирование на пациентах. Чуть позже он же создал целый подпольный бизнес по продаже этих лекарств. Согласитесь, интересный сюжет для фильма про смертельно больного человека. Никаких вам соплей и грусти. Только ковбой, только хардкор. Я не продаю лекарства, я выдаю положенное членам клуба. Обратили внимание на экстравагантную героиню этой ленты? Кого-то она вам напоминает, не так ли? Чтобы вжиться в образ, Джаред Лето многое перепробовал. Однажды даже в местный магазинчик сбегал с таким макияжем. Но это уже другая история, а вы еще эту не посмотрели. Ай-яй-яй. Ну и раз уж так сложилось, что Оскару будут вручать через пару дней, тогда давайте обратим внимание на еще одного номинанта этой премии. Лента называется «Она», и ее интрига начинается прямо с названия. Давайте попробуем догадаться. Скорее всего, речь идет о девушке, а значит, там обязательно будет любовь. Мы с ней очень близки, говорим о чем-то, и мне кажется, она рядом. Я хочу узнать все обо всем. Я хочу познать саму себя. Я желаю тебе этого. Бинго! Ну, почти бинго. Это и правда. Девушка вот только не из мяса и костей, а из схем и контактов. Девушка, с которой я встречаюсь сама, она операционная система. Операционка? Расскажи мне о ваших отношениях. Главный герой картины – Теодор. Писатель, в меру интеллектуальный, скромный и уже не надеющийся встретить свою любовь. Парень интересуется современными технологиями и приобретает компьютер, который исполняет желания своего владельца. Теодор начинает общаться с операционной системой и постепенно влюбляется в нее. Роман с машиной настолько удивителен, что писатель теряет голову, а после мучается вопросом. Зачем все это случилось и что делать дальше? Одна из номинаций, в которой представлен этот фильм – лучший оригинальный сценарий. И с этим точно не поспоришь. Создатели картины не стали выпячивать вперед прославленных актеров или спецэффекты. Это обычная и по-настоящему интересная история. Больше ничего говорить не буду, посмотрите сами. Говорят, у каждого человека на Земле есть 3-4 двойника. Просто они живут очень далеко, и вы вряд ли когда-то встретитесь. Так и было с одним американским актером, сыгравшим дьявола в фильме про Иисуса Христа. Он играл, старался, а потом объявился его двойник. Актер Мохаммед Мехди Аузани сыграл в фильме роль сатаны. Это был его триумф. Был да всплыл, пока создатели фильма не поняли, что их сатана уж очень похож на президента США Барака Обаму. Упс, тут серьезным конфликтом попахивает. Вырезаем из картины все сцены с дьяволом. Продюсер фильма оправдывался как мог. Мол, Обама ни при чем, просто мы решили сфокусировать внимание на Иисусе. Но мы-то понимаем, в чем дело. Так что прежде чем сниматься в кино, проверьте, вдруг вы похожи на кого-то из высших эшелонов власти. Очень жаль на этом заканчивать обзор. Эта неделя вообще богата на хорошие премьеры. Но про все рассказать я не успею. Так что идите в кино и посмотрите на них сами. А я прощаюсь с вами. Увидимся через неделю. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»